Приветствую вас. Давайте разберём вопрос, который вы задаёте. Ситуация очень, на мой взгляд, интересна у вас, в том смысле, что по существу у меня складывается впечатление, что вы пытаетесь опереться на мужа в своём одиночестве, и где-то в глубине души вам может быть кажется, что если вы не будете хотеть на него опереться, то у вас не будет к нему любви, потому что любовь это всё-таки принятие человека целиком, принятие его интересов, да, а вы как будто бы себя пытались и периодически пытаетесь до сих пор заставлять, разделять его интересы, как бы по нужде это делать, потому что так надо. И вот это вот составление, да, и в то же время чувствование себя одинокой, мне кажется, что является основной проблемой, ну потому что вы одинокой в силу, вы чувствуете себя одинокой, а в силу некоторой собственной неосознанности, не структурированности своей психики и взаимодействия её с чувствами, хотя говорите то же самое про мужа. Но в то же время вы пытаетесь это компенсировать именно контактом с мужем. Но невесёлая правда заключается в том, что супруг может как поддержать вас в вашем одиночестве, так и не поддерживать. Ну то есть у человека либо могут быть средства давать вам обратную связь в ответ на, например, ваше высокое духовное, так и нет. Точно так же, как и у вас. Может быть ресурс для того, чтобы вникать в игры, а может быть нет. Правда, в вашем случае есть одна любопытная деталь, что почему-то игр, играя в игру, у вас портится настроение, когда вы играете в игры. И было бы интересно этот момент поисследовать, с чем это связано. Связано ли это, например, с реакцией на программу, что означает, что вы не любите проигрывать. И это уже вопрос, наверное, в некотором смысле тех условий и требований, которые вы сами себе выдвигаете. Или может быть вам кажется, что вы зря теряете время, играя в игры, и тогда это не получается, какое-то неумение, например, отдыхать. Ну, как мне кажется, это все-таки про требования, хотя могут быть разные моменты. Так вот, как бы у всех свои ресурсы, да? И мне кажется, что супруг не обязан выступать единомышленником, не обязан, он может им быть, но не обязан. И как бы лично у меня вызывает противоречия. То, что вы говорите про любовь и в то же время утверждаете, что у вас нет ничего общего. Тогда, что есть любовь, как не потребность в том, чтобы этот человек был рядом? Что есть любовь, как не чувство долга и вины? По крайней мере, в вашем случае. Если бы вы не были одинокой, если бы вы не чувствовали себя одинокой, да хотели бы быть с мужем. Если у вас внутри пустота или некая дисгармония, то возрастает зависимость. И мне кажется, что то, что вы описываете в какой-то степени является этой зависимостью. Хотя не в очень явной форме, в том плане, что вам уж не дает того, что вы хотите, но вы отчаянно пытаетесь получить и ищите замену. То есть вы не умеете молчать. С другой стороны, вы говорите, ну, я имею в виду, как бы, в молчании нет ничего плохого, если оно естественно. И как бы тот факт, что для вас проблема, что вы не молчите, говорит не просто о том, что у вас нет ничего общего, а скорее это говорит о том, что есть проблема с доверием. Именно с доверием. То есть именно про доверие здесь речь. То есть, ну, это про мысль, что я должна соответствовать ему, например. Что-то больше про это. Вот. И, собственно, такая картина. Вопрос вызывает еще и следующий момент. Вы говорите, что когда вы начали встречаться, вы учились и вам было о чем поговорить. Но теперь это не так. В момент, когда это изменилось, в момент, когда это переменилось, а также тогда, когда вы пытались разделять интересы мужа, хотя вам это не нравится. Что происходило? Для чего вы это делали? У меня складывается ощущение, что и вы, вы были вне особенности больше, чем муж. Вот вы пишите, что муж не осознает свои чувства и не разбирается в них и бежит от них. Может, может быть, но это его право, разве нет? Он такой человек, он такой поверхностный человек, он не должен быть другим. Такое ощущение, что вы хотите, чтобы он изменился под ваши потребности. Или вы хотите изменить свои потребности под мужа. Ни то, ни другое, боюсь, невозможно. Но мне, честно говоря, с учетом всего сказанного и прочитанного, мне, если честно, видится так, что, возможно, в какой-то степени вы в своем стремлении и развитии также бежите от собственных чувств. Потому что то одиночество, которое вы испытываете, это правопобег. То есть, условно говоря, условно говоря, человек, который ощущает одиночество, это человек, который внутренне себя оценивает как неполноценного, как ущербного, как человека, который, ну, условно говоря, хуже всех, хуже других. Судя по тому, что я могу судить, да, вот, судя по тому, что, ну, вот, вы описываете. Может быть, это ваши ссоры. Ну, так же, как и скука, а вот именно скука ощущения, ну, чувство, чувство скуки. Это больше про подавление собственных эмоций, собственных чувств, понимаете? То есть, ну, вот, если мы говорим про скуку, именно, то есть, а, это, что это вы себе подавляет? Я не, я не знаю, что, да, я не знаю, что, я не могу это узнать. Вот, но, как мне кажется, что-то, что-то, что-то вы себе подавляет. Вот, понятно, что я, что я хочу сказать, эм, здесь, я, я надеюсь, что понятно. Дальше, эм, так, значит, что мне делать? Ну, поработать честного длина, потому что это вследствие ваших требований к себе. Это один из вариантов. Как улучшить наши отношения? Это, в принципе, можно было бы сделать на совместной вашей сессии с психологом, если вам это интересно, конечно. Вот, потому что, ну, понимаете, если, эм, если вы, эм, как бы, одна не собираетесь, эм, улучшать, эм, отношения, да? То нужен мужчина для этого, а это всё-таки определённое, ну, взаимодействие. С другой стороны, э, с другой стороны, э, может быть и такая история, что, э, изменив своё поведение, вы можете изменить, э, и поведение мужчины. Для этого вам нужно, э, структурировать и разобрать свои проблемы. Не пытаться решить их. Дальше. Э, э, как дать мужу нужную теплотое понимание? Эм, никак, потому что вы даёте то, что можете дать. И вы требуете от себя больше. Как не чувствовать себя одиноко в моей, моей семье? Это также, э, э, как бы, работая с предпринятием для себя. Так, а, значит, э, если честно говоря, я думаю о том, что моя жизнь не обстоит жить так, не отговаривая по душам, а самым близким человеком меня охватывает хуй за заранее, что ты подходишь за ответы. А, знаете, я понимаю вас. Я не считаю, что, ну, что вы, э, э, что вы должны, условно говоря, жить, э, без близкого общения. Я думаю, что это нормально абсолютно, что каждый человек хочет, э, э, ну, хочет этого самого близкого общения, да? Вот. Но мне также кажется, что, э, вполне вероятно, что ваш муж не тот, кто, э, в принципе, может общаться на, э, э, с темы, которые вы хотите общаться. Вот, это, это первое. И второе, второе, это, это проблема, э, проблема одиночества, как я уже сказал, не решается, не решается, э, кем-то из людей. Проблема эта, чисто ваша. А, вот, такая, метапура, приходит мне в голову, э, метапура, приходит мне в голову, э, метапура, приходит мне в голову. А, вот, ага, вы, когда встретились с ним только, и, когда начали общаться с ним, с ним, а, мне кажется, мне кажется, что была некая, некая такая иллюзия, э, э, ну, иллюзия партнёра, условно говоря, что вот мы нашли, наконец, э, партнёра, который, там, вам нужен, партнёра, который, э, ну, э, на конец-то, там сможет, э, там, там, Отка io вообще-то вам, ну, с явных компанию позизм. О, мой отнял, что вы нажалились в этом и раньше, когда, э, э, ну, только встречались. Когда только начали встречаться не исключено, что вы в этом нуждались. Понимаете? Такая штука. И соответственно, проблема, вероятно, находится еще там. То есть она там. В том, чем вы нуждаетесь или нуждалась. Как бы начиная встречаться со своим мужем. Я бы смотрел в эту сторону. Я бы смотрел в эту сторону. Есть сомнения относительно того, насколько вы можете человека любить. Ага. Если у вас такое несколько специфичное, я бы сказал, требование к себе. Довольно специфичное требование к себе. Вот. Так бы я вам встретил. А-а-а. Здесь необходимо отделить ваши собственные проблемы от проблем зима. Здесь необходимо посмотреть на то, принимаете ли вы или нет таким, какой он есть. Потому что то, что сейчас получается, это то, что вы хотите поменять. Себя или муж, а при этом не очень понимаю, в какую сторону, зачем, для чего и так далее. Это несколько не тот вариант, который как бы сыграет на пользу вам. А-а-а. И не совсем верно, на мой взгляд, интерпретация скуки. Да? То есть как бы, ну... А-а-а. Скука. Именно скука. Скука. Да? Это... Обесценивание. Как... Ну, я повторю на всякий случай. Скука, скука, скука. Но ценивание. Скука. Су...孔OGNs. Своих собственных эмоций. Своих эм... собственных эм... чувств. Понимаете, вот эта скука. Это не про, это не про то, что вам с человеком конкретным скучно. Это немножко разные вещи. Вот. Ну, если вы понимаете, конечно, что я имею ввиду здесь. Вот, наверное, то, что я хотел бы вам ответить с точки зрения психологии, на что я обратил бы внимание, да? Вот, ну, сейчас, на что бы я обратил бы внимание? Я обратил бы внимание на ваше понимание семьи. То есть, вот, ну, условно говоря, что такое семья, да, ну, вообще? Что такое семья? Что это, если, да, на вас все это значит, слава, да, потому что мне кажется, мне так кажется, вот, что в какой-то степени, какой-то степени, вы себя от своей семьи отделяете. То есть, как бы, есть я, есть семья. Если это так, на самом деле, то, ну, я бы сказал, что это довольно-таки, как бы, тревожный знак. Потому что вынесение семьи за скобки, это, ну, далеко не самый лучший расклад, который вы можете себе обеспечить. Вот. Поэтому я думаю, что, ну, тут очень важно, чтобы вы на эту тему задумались. Вот. И как следует, как следует, крепко так подумали. об этом. Вот. Вот. Вот, в принципе, наверное, все, что я хотел сказать. то есть, ну, конечно, конечно. Конечно. Нужна работа определенная, да? Вам нужно как-то вот, на мой взгляд, может быть, структурировать, вот, то, что, ну, то, что вы чувствуете, на мой взгляд, да, как бы, структурировать свои мысли, структурировать свои чувства, вот, структурировать свои эмоции немного, 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 вот. И дальше уже смотреть, дальше уже смотреть, чего я хочу, что мне нужно, что мне нужно, да, как бы. там уже больше будет понятно, условно говоря, в каком направлении вам двигаться. То есть, ну, я думаю, что вы сами решите для себя просто, вот, как бы, куда вам двигаться, вот, и в какую сторону вам идти. Вот. Это то, что я могу вам ответить, с точки зрения психолога, с точки зрения, с точки зрения, в том числе, ну, моего опыта, с точки зрения, да, которые вот, ну, у меня есть. Я думаю, что, если вы, что важно, хотите меняться, да, вот, 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 как бы, если у вас, там, у вашего мужа, допустим, есть желание, желание меняться, ну, прекрасно, прекрасно, замечательно, в таком случае, ну, вот. Но стоит подумать о том, что будет, если такого желания, например, не у вас, а не у него не будет, что в таком случае делать. Вот. И как в таком случае, вы будете с удовольствием, вот. понимаете, да, о чем будет встреча. То есть, как бы, это довольно, довольно важный момент, на самом деле. Вот. Ну, на этом все. Я надеюсь, что он помог вам. Я желаю вам самого доброго и удачи.